МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня программа «Большая стройка» вместе с вами будет выбирать комфортное и уютное жилье в новостройках Гомеля. Также вы узнаете, где в городе над Сожем возводят жилье для нуждающихся по 240-му указу. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 19-й микрорайон Гомеля. Здесь ведется не только его застройка, но и уплотнение. Возведение одной из современных новостроек, квартиры, в которой предлагают к реализации Гомельское областное УКС, практически уже завершено. С конца сентября начато строительство жилого дома 21Д в 19-м микрорайоне. Заказчиком выступает Гомельское областное управление капитальное строительство, а генподрядчиком Гомельский домостроительный комбинат. Дом запланирован двухподъездный, 11-этажный, по 44 квартиры однокомнатных и двухкомнатных. Строится жилье на коммерческой основе. Стоимость квадратного метра 918 рублей. Сдается в феврале 2018 года. Ну, а сами квартиры можем пройти посмотреть. Наверное, так будет интереснее. Еще один вариант жилья предлагает рассмотреть своим клиентам Гомельское областное управление капитального строительства. Возведение 11-этажного жилого дома в Советском районе по Реческому проспекту начнется уже в ближайшее время. До конца 2017 года запланировано начало строительства многоквартирного жилого дома по проспекту Реческому району, 142-го дома, уже который существует. На сегодняшний день заканчивается разработка проектно-сметной документации. Гомельским областным управлением капитального строительства проведены торги по выбору генерального подрядчика. Победителями оказались Гомельский домостроительный комбинат. Они будут проводить строительно-монтажные работы. Дом запланирован трехсекционный, 11-этажный, с набором квартир. Одна, двух и трехкомнатных. В нем будет 55 однокомнатных квартир, 66 двухкомнатных и 11 трехкомнатных квартир. Стоит отметить, что дом будет построен в микрорайоне с уже сложившейся инфраструктурой. Здесь функционируют крупные торговые объекты, школы и детские сады, хорошо развита транспортная сеть. Для тех, кто мечтает жить в самом сердце нашего города, центральном районе, актуальным будет следующее предложение. Управление капитального строительства Гомеля приглашает к возведению комфортного современного жилья на улице Волотовской. Вот на этой площадке уже в следующем году будет стоять многоэтажка. Многоэтажный жилой дом по улице Волотовской расположен в достаточно тихом, уютном месте в центре города Гомеля. В квартале улица Волотовская, Сорская, недалеко от центрального парка. Жилой дом у нас имеет конструктив «Широкий шаг», основные решения которого фундаменты, ленточные сборные, стены железобетонной панели, стены из бетонных ячеистых блоков. Проектом предусмотрены просторные площади, свободная планировка, которые дают возможность самим зонировать пространство так, как удобно вам. Хозяйственные кладовые предусмотрены для каждой квартиры, имеется подвал. На кухне в целях безопасности установлены электрические плиты. Окна у нас имеют застекленный двойной стеклопакет, а на балконах предусмотрены рамы из одинарного стекла, но из анодированного алюминиевого профиля. В этом жилом доме вам предлагают приобрести двух- и трехкомнатные квартиры площадью от 63 до 97 квадратных метров. В числе преимущественного стройки удобное расположение. От дома в шаговой доступности находятся остановки общественного транспорта. Есть детские сады, школы, торговые и объекты здравоохранения. Ввод в эксплуатацию запланирован в середине 2018 года. В Беларуси вступил в силу указ номер 240, который ввел новую форму государственной поддержки граждан – адресное субсидирование в жилищном строительстве. Кому и на каких условиях предоставляются субсидии, в программе «Большая стройка» рассказали в Гомельском областном управлении капитального строительства. В целях усовершенствования форм государственной поддержки граждан для строительства жилых помещений этим указом установлено, что субсидии на уплату части процентов за пользование кредитовыми выдаваемыми банками на строительство жилых помещений и субсидии на погашение основного долга по этим кредитам являются формами государственной поддержки граждан. Субсидии как на уплату процентов, так и на погашение основного долга могут получить граждане, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, относящиеся к многодетным и молодым семьям. Эти граждане должны входить в перечень лиц, которые имеют право на такую поддержку. Субсидии на уплату процентов предоставляются тем, кто имеет право на получение государственной поддержки по указу 13 президента Республики Беларусь о некоторых вопросах предоставления гражданам государственной поддержки при строительстве жилых помещений. Это военнослужащие, прокурорские работники, имеющие выслугу не менее 5 лет. Это граждане, имеющие право на неочередное получение жилых помещений социального пользования Государственного жилищного фонда. Это дети-сироты, это многодетные семьи, это граждане, в семьях которых имеются дети-инвалиды, граждане, заболевшие вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, это ветераны боевых действий, это граждане, проживающие 10 лет в общежитиях и стоящих на учете в течение этих же 10 лет, это граждане, которые проживают в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания, и граждане, осуществляющие строительство жилых помещений в населенных пунктах с численностью до 20 тысяч населения. Решения о предоставлении субсидий принимаются местными администрациями города Гомеля, и они же направляют граждан в управление капитального строительства для заключения договоров долевого строительства. С помощью субсидий по 240 указу жилье можно построить не в любом доме. Субсидия предоставляется в случае строительства жилья в экономических многоквартирных блокированных домах, типовых потребительских качествах. Проекты на эти дома утверждаются обязательно Министерством строительства и архитектуры. Это могут быть и одноквартирные жилые дома, это может быть реконструкция жилого помещения, но обязательно только в том доме, проект которого утвержден Министерством архитектуры и строительства. И стоит обратить внимание, что субсидии на уплату процентов, так и на погашение основного долга для покупки жилья на вторичном рынке не выделяются. Стоит отметить, что до конца 2017 года в Гомельской области по 240 указу планируется начать строительство порядка 16 домов. В том числе 16-этажную новостройку уже в ближайшее время возведут в 59-м микрорайоне города над Сожем. Уже в ближайшее время планируется начать строительство дома аналогично уже двум возведенным Гомельским ДСК и УКСом города Гомеля, 16-этажка, позиция номер 38 в 59-м микрорайоне города Гомеля. Этот дом будет возводиться для граждан льготной категории, которые будут осуществлять строительство по требованиям 240 указа. Там запланированы 32 однокомнатные квартиры, 32 двухкомнатные и 16 трехкомнатных квартир. В этом же довольно популярном у гомельчан 59-м микрорайоне уже заканчивается строительство 16-этажного дома. Квартиры в нем также предназначены для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Данный дом застраивается у нас подряд на организации Гомельский домостроительный комбинат. Заказчиком выступает городское управление капитального строительства. 16-этажный одноподъездный дом представлен однокомнатными, двухкомнатными и трехкомнатными квартирами площадью от 41 квадратного метра до 88 квадратных метров трехкомнатная квартира. Стоимость квадратного метра в данном жилом доме составляет 789 рублей. Данные квартиры реализуются гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, получившим направление в администрации своего района города Гомеля и заключившими с нами договор долевого строительства. Данные граждане могут обратиться и имеют право, в соответствии с постановлением 11-м Совета Министров АСБ Беларусьбанк, получить кредит под ставку, уменьшенную на 50% ставки рефинансирования. Это очень выгодное условие, очень выгодное предложение, и учитывая, что цена 789 рублей, это, я так думаю, очень хороший подарок к Новому году гражданам. 96-й микрорайон считается одним из живописных и экологически чистых в нашем городе. Расположен он в зеленой зоне Новобелецкого района. Располагает всей необходимой инфраструктурой. Вот здесь, на этой площадке УКС города Гомеля, возводит сразу три новостройки. В 96-м микрорайоне государственное предприятие управления капитального строительства осуществляет застройку трех домов. Это 27-й, 26-й, 25-й. Это одноподъездные десятиэтажные дома. В наличии будут однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные квартиры. Площадь варьируется от 43 до 81 квадратного метра. Данные жилые объекты строятся в соответствии с графиком финансирования строительства, которых осуществляется с привлечением гражданами коммерческих кредитов. Но гасить основные долги и проценты эти граждане могут в соответствии с указом 240-м о предоставлении государственных субсидий на строительство жилых помещений граждан. Стоимость квадратного метра у нас в этих трех домах одинаковая. 800-820 рублей составляет метр общей площади данных помещений. Начало строительства данных домов у нас запланировано в текущем месте в ноябре. И ввод объекта в эксплуатацию у нас запланирован на май 2018 года. Новинки в сфере строительства жилья Гомеля с вами сегодня изучала программа «Большая стройка». До встречи на стройплощадках города. Редактор субтитров А.Семкин